У нас в гостях Надежда Белая, участница выставки Карелия век ради вечного. Надежда, как такая хрупкая, милая женщина может работать с такими суровыми материалами, как сталь, дерево, керамика? Начнем с того, что я закончила отделение монументальной живописи в Академии имени Штиглица, бывшая муха. Обучение на этом отделении подразумевает с собой работу с такими материалами. То есть только с такими материалами мы и работаем. То есть это настенная роспись, эмаль горячая, дерево, металл, витраж, мозаика. Это все очень тяжелые профессии, трудоемкие, поэтому девушек на отделении обычно немного. Но как-то вот так получилось, что я туда попала и выучилась 6 лет. Больше всего меня притянула техника именно горячей эмали, поэтому после окончания я продолжила ей заниматься. А оформление самого металла и дерева мне помогал делать мой муж Алексей. Он работает с металлом, со стеклом. И вместе мы в соавторстве выполнили эти работы на тему кантели звука карельского. Что вдохновило вас на создание такого фоно «Звуки Карелии»? Вдохновила и природа Карелии в какой-то части. То есть сам звук, который изображен на эмалях, там есть и стилизованные природные мотивы, камня, леса. То есть это можно рассмотреть поближе, если присмотреться. А в основном такой толчок, вдохновение и впечатление получила от музыки карельских музыкантов Александра Леонова и Ольги Гайдемак «Ярго Саунд Систем». То есть именно после прослушивания их музыки возникли образы этих работ. Рекомендуете нашим гостям послушать эту музыку и начать творить? Я думаю, что да. Рекомендую. Рекомендую.